Пупсики, всем привет! Привет-привет-привет! Я тут в одеяльке, а то я в трусах сижу, думаю, мало ли что, мало ли что с камерой случится, ну-ка дай-ка я прикройсь. Ну, мне жарко, мне вечно жарко почему-то. Как у вас дела? Как у всех дела? Как у всех дела? Ля-ля-ля-ля. Короче, я тут недавно съездила в Майами, да, я думаю, расскажу немножко. И еще я расскажу вам, что это, что я продолжаю замечать в Америке, чем она отличается от России. Во-первых, во-первых, как вы видите, у нас тут не придет особо гладить. Ну, это правда, ну, кстати, вот это правда. Я так удивилась, я вот помню, в России я, господи, я там, и у меня семья, у меня в России семья большая. У нас в семье сколько? Семь человек. Прикинь, гладить на всех них. Я помню, когда я маленькая была, у меня постоянно вот дедушка с бабушкой, они постоянно меня заставляли гладить все. И я там вот просто часами стоишь и гладишь, и гладишь, и гладишь, и гладишь. Здесь, вот честно, вот я, ну вот не вижу даже никого. Вот, может быть, там, знаешь, знаете, на работу, да, там рубашку, например, если она прям очень сильно мятая, да, то есть они вот здесь не любят ни гладить, ни постельное белье, ничего, ничего, ничего. Просто оно выходит, например, из этой стиралки, они быстренько их сворачивают, может быть, просто так вот, и это, и куда-нибудь забрасывают. Честно, я так же себя веду. С времен детства ненавижу гладить, потому что думаю, ну, конечно, если, если нужно, если, конечно, нужно, то, конечно, поглажу. Но я просто, дело в том, что я помню вот эти горы, просто нереальные горы этого белья, и я просто, у меня аж это, у меня аж нервный тик. Ну, в общем, я тут в Майами слетала на выходных, и мне так понравилось, кстати, ездила, ездила на свадьбу подруги, так понравилось, так классно вообще, вообще, вообще. Ну, хотела несколько моментов рассказать, которые я заметила. Во-первых, мне тут кто-то написывает, во-первых, по поводу морепродуктов. Я обожаю, обожаю крабы, обожаю лобстеры, постоянно их заказываю, постоянно их кушаю, очень, мне очень, очень нравится. В Бостоне они дорогие, и они маленькие, все маленькое, все очень маленькое. Но, смотрите, я же с Владивостока, это порт, морской порт, и он прямо в море находится, то есть у нас там креветки вот такие вот, понимаете, мы там сидим, ну, как бы вот, у нас, например, я помню, набережная есть, я уже давно не была в этом, кстати, в Владивостоке. Обычно я езжу каждый год, и сейчас вирусом с этой всякой фигней, короче, это засиделось, надо это, надо съездить скоро. Ну, я к чему? Я просто, мы вот приходим на набережную, там просто за три копейки вот такие вот прям вот креветки продаются, понимаете? Здесь, чтобы вот такие креветки получить, нужно, вот, например, в ресторане, у нас вот, например, есть ресторан, он называется Sea Food, вот, и, ну, типа, как это, как морепродукты, и три вот таких вот штучки, они стоят 40 баксов, окей? То есть, как бы, ну, во-первых, ну, цена, ну, большая, и не только для России, они вообще для Бостона, ну, здесь вот в Бостоне, они очень дорогие цены, вот прям очень дорогие, но при этом мы получаем намного больше, чем в России. Не буду говорить, сколько я получаю, но я получаю, вот сейчас я сравниваю, я получаю, ну, где-то раз в шесть больше, чем мама моя, и у нее свой бизнес. У меня бизнеса здесь нет, я просто наработаю над компанией, но при этом у нас уровень жизни, он очень дорогой. Вот, например, у меня за интернет и за телевизор я плачу от 200, где-то около 200 долларов в месяц, это только за это. Потом, например, за газ, это только за газ, я плачу 150 долларов. Ну, то есть, как бы, цены, они здоровые, и тут, ну, и аренда намного больше, например, чем это, чем в России. Например, я сравнивала, я сравнивала сцены на квартиры, вот, например, вот сейчас, ну, врать не буду, вру-не вру, ну, вот, например, в Владивостоке, вот прям в центре города, новостройка, она стоит, ну, где-то, где-то, ну, вот где-то 100 тысяч рублей, да? Здесь, в центре города, вот я, например, ездила, у меня, например, здесь сейчас друзья, они арендовали квартиру, это два пацана, два мужика, они арендовали квартиру, ну, одну из, у них там дофига бизнесов, и они вот в Бостоне, когда они сюда приезжают, чтобы где-то, где можно было оставаться. Вот, они арендовали двухкомнатную квартиру, они платят пять штук, пять пятьсот, нет, пять пятьсот в месяц, и она в три раза меньше моей квартиры. Ну, как бы, естественно, там центр города, естественно, у них просто офигительные там эти, такие, как они называются, ну, куда смотри, как это, господи, виды и так далее, так далее. Ну, то есть классно, 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 но, но, дорого. Но при этом мы много получаем, то есть как бы, ну, как сравнительно, это нормально, но при этом, ну, как бы, всегда хочется больше. Как всегда. Вот, что еще хотела сказать. Вот я и сделала Майами морепродукты там, вот, например, там, да, даже в сравнении с Бостоном. Я вот здесь, например, заказываю, ну, например, краба. Во-первых, он приходит очень тоненький, вот эти тоненькие-тоненькие ножички, которые просто вот, ну, они такие, как они называются, краб-паук, ну, переводится, краб-паук, но они такие тоненькие-тоненькие. Я люблю, вот, как в Владивостоке, такие огромные кинг-крабы такие, ой, которые с шипами на это, на палочках, вот такие мне нравятся. И там много мяса и так далее, так далее, что я привыкла. Вот здесь, например, паунд, паунд вот такие с шипами будет около, ну, не знаю, где-то, ну, около долларов 100, где-то вот так вот. Я вот, например, когда заказываю, где-то долларов 100 стоит, да. Я ездила в Майами вот на выходных прошлых, сколько уже, ну, дня 4 назад, целый паунд вот таких огромных мяснистых. И, кстати, и ресторан, который вот, на котором я кушала, он расположен вот прямо вот в эпицентре туристических этих строек и туристического места, где вот, ну, полно, полно всегда туристов, да. И там паунд, паунд вот такого краба стоит 30 баксов. В Бостоне. Мы хотя бы возле моря, да, ну, как бы расположены, все как надо. То есть, как бы, что думаешь, думаешь, за что они это? Ну, в Бостоне 100, да, и они такие малюсенькие. Ну, какие-то вообще, ну, как бы мне в Бостоне вот не нравится. Ну, как бы, не то, что мне нравится, но если ты хочешь классную-классную-классную-классную морепродукты, в Бостоне это будет намного раза в 3-4 больше, чем, например, в Майами. Я удивилась, думаю, нифига себе. Еще сижу такая вот в ресторане, смотрю. А у них там несколько меню. Ну, кстати, по поводу ресторанов. Если вы едете в Саус-Бич, это где вот прям эпицентр этих ресторанов, отелей, вот где прям вот, ну, прям вот где тусовка вот эта вся, у них такая фигня в ресторанах. Они не пишут цены на меню. Не пишут. Я в Майами езжу, ну, очень много. Я просто обожаю Майами. Езжу очень много. Мы в первый раз, когда с девчонками поехали, у Майами. Сели мы, короче, в ресторан, доказали дохерища просто еды. И там Билл пришел на 400 баксов. Мы просто выпали. Такие, о! Ну, в общем, имейте в виду. То есть они, они, они знают, ну, они думают то, что, о, туристы, они только прилетели, думают, что тут все. Это, ну, типа, думают, а, давай и так, и так, и так, и так. А они вот не это, сволочи такие. Не это, не пишут. Не пишут цены. Поэтому, если вы едете в Майами, будьте аккуратнее. Спрашивайте. Вот. Что еще? Короче, я сгорела там. Сгорела, сгорела, сгорела. Я, ну, вообще, у меня кожа быстро сгорает. Прям очень быстро сгорает. И я когда, ну, постоянно наношу, наношу, а до спины не достаю. В этот раз там на них кто не поехал. Ну, то есть, как бы, я поехала на мероприятие, а в мероприятии все уже задействованы. Ну, как бы, я, мне там ничего не делают. Просто показаться. А они пока все готовились. То есть, я там по пляжикам шастала. И вот, на пляжу поеду, пойду. И, короче, некому было спинку помазать. Все классно здесь. Такое, ну, такое, такое вроде чуть-чуть подзагорело. А спина красная, блин, как это, как сеньор помидор. Ну, так смешно было. Еще на... Еще у меня, у меня платье белое было на свадьбе. Кстати, вот... Я не знала то, что, ну, как бы, нельзя. Ну, и что это такое прям, ну, как бы... Как это сказать? Ну, то есть, как бы, это вообще-то что-то, что-то, что-то. Ну, не то, это не то, чтобы, ну, нельзя было и так далее. Ну, например, ко мне вот... Я же у всех спрашивала. То есть я нашла классно просто охеренное платье. Такое красивое. Такое вот так... Оно вот так вот идет по колено. Но оно вот так вот идет. И оно все вот тут вот цветами, цветами, цветами вышло. Ну, такое классное, но оно все белое. Я прихожу, ну, до этого... А до свадьбы спрашиваю народа. Говорят, слушайте, нормально, ненормально? У меня вообще... Ну, запасное платье взять не взять на всякий случай. Мне такие, а, все нормально, все нормально. Приезжаю в этот... приезжаю на свадьбу, ко мне невеста похожа, говорит, Марин, ты что, офигела? Я говорю, в смысле? Она говорит, я только в белом буду. Я говорю, пусти, пожалуйста. Ну и честно, не знала. Ну, короче, такой казус получился. Он такой говорит, а потом он такая, да, похер вообще, да хоть голый, ты ходи, мне вообще без разницы. Главное, что приехала. Я такая, ну ладно, ну в следующий раз уже знать буду, там, на на чью-нибудь другую свадьбу, когда ехать буду. Ну, в общем, вот так это смешно получилось. Кстати, здесь у них, вот я заметила, я ни разу на свадьбе в Америке не была. Я их постоянно смотрю, там, по телевизору, там, во всяких фильмах, ля-ля-ля, но я ни разу их не видела, ну, как бы вживую, как это все происходит, отличается, не отличается. Я была в дохерище просто свадьбе в это в России, но ни разу не была здесь. И думаю, дай сравнить, да. Короче, мы приехали, мы, я приехала, я поехала на 5 дней в Майами, мы приехали, и за два дня до до свадьбы у них, что называется, называется rehearsal dinner. Это, ну, если перевести, то это как подготовка, ну, как это по-русски перевести, ну, типа, как это, подготовка, ну, свадьбе, посмотреть, как это все будет, никак не будет. На самом деле, ничего вообще общего со свадьбой не было. Мы просто пришли, они, это, они, мы в доме были, у, у, у кого там, у тети, господи, я забываю, и у русских, извините, пожалуйста. У тети, у, у невесты, тети были в доме, то есть у нее такой большой, огромный дом, она там дофига всего наготовила, у нас там вот эти всякие барбекю, вот это все, 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 все было, ну, никак не связано со свадьбой. Ну, просто приехали, там, побухали, по, это, посидели, поболтали, поели, ну, и свалили. И, ну, вот это у них обязательно, вот эти вот baby showers и так далее, и так далее. Я знаю, сейчас вот, ну, сколько смотрю в интернете, вот начинается такая тенденция у нас в России, ну, мне как-то вот пофигу, ну, у них вот здесь вот обязательно типа baby shower, ля-ля-ля, ну, у меня нет сейчас детей, ну, когда будут, ну, мне как-то пофигу на baby shower, мне главное это, доставить. И все, а там день рождения уже, как бы, потом, потом уже пойдет жара. А так вот, ну, мне как-то вот неважно это. Ну, посмотрим. Будет, не будет, будет, не будет. Вот. Ну, вот у них вот такие вот штучки есть. Потом, вот, например, они, вот я точно не знаю по этому поводу, ну, например, вот у нас в России, да, мы когда расписываются, то есть мы идем в ЗАГС, расписываются, получаем вот этот сертификат, да, то, что, ну, о заключении брака, ля-ля-ля, вот это штаб в паспорте. Здесь же, во-первых, штамп, во-первых, паспорты они не используют. То есть у нас такого, у меня паспорта, ну, ну, то есть, как бы, конечно, есть американские паспорта, но, например, такого, чтобы поставить штамп именно в паспорте, у них такого нету. Или, например, разведенный, там, замужем, у них нету. Есть сертификаты, да, которые говорят, вы там вышли замуж, там, и так далее, и так далее, и все, и все, и все, по идее. Ну, а у нас, вот, например, да, там, штамп в паспорте, ля-ля-ля, там, замужем, женился, развелся, у нас такого нету, да. Это, во-первых, во-вторых, смотрите, когда, когда свадьбу играем, мы идем в ЗАГС, ну, обычно, вот, насколько я, насколько я, вот, в скольких была этих свадьбах, в России, у нас так, мы идем в ЗАГС, а потом, там, вот этот банкет, бухаем, там, празднуем, вот это все такое, здесь же нет, здесь мы, здесь люди получают лицензии, получают лицензии на вот этот брак, и ты можешь замуж выйти, вот, сыграть саму свадьбу, через 20, через 50 лет, когда хочешь, вот, вообще не важно, ну, вот, вот этот порядок, временный порядок, я не знаю, может быть, и в России это не важно, но, как бы, вот, у нас так, ну, я даже, ну, честно говоря, не знаю, как в остальных, да, вот, например, городах и так далее, вот, ну, вот, где я была в Владивостоке, да, я на свадьбу, когда ходила, вот, они в ЗАГС идут, и сразу после этого у нас там все, вот, начинается вот эти лимузины, потом начинается банкет, вот это все, фотографии, вот это все, 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 здесь же нет, ты получаешь, ну, как бы, вот, я съездила к подруге, они получили сертификат задолго до, до самой свадьбы, что я это, перекурила кальяна, сейчас кашляю, капец, не болею, не коронабро, вот, они получили лицензию, и это, и, вот, вот у них такого нету, что вот завтра, или сегодня, вы получили лицензию, все, надо, надо выходить замуж, нет, такого нету вообще, то есть, получили лицензию, и хочешь празднуй, хочешь вообще не празднуй, вообще ничего не хочешь, ну, то есть, я знаю, что в России тоже, ну, как бы, не обязательно, да, ну, вот, вот так вот, ну, вот я сколько замечала, так и принято, вот, потом мы пришли, пришли на свадьбу, я немножко, кстати, сюда немножко вставлю, всяких этих, всяких, снипетов, как это называется, ну, всяких, немножечко видосов с этой, со свадьбы, чтобы показать вам, вот, здесь у нас, самор, как это он, веню, он называется, где проходила сама свадьба, так красивенько в Майами, вот сам жених, он, кстати, наполовину русский, у него мама русская, папа, папа афроамериканец, и так красивенько получилось, красивенько все организовали, вот, вот справа сидят его мама, вот эти, не невесты, а подружки невесты, все было в таком, золото-шампанском, таком цвете, у них платье, они такие все были длинные, были разрезы всякие разные, но основном они все длинные, и все были похожи, одного цвета, и, кстати, мы планировали сыграть свадьбу, до, во время, ну, когда солнце заходит, ну, читаем, либо опоздали, либо сильно рано было, ну, короче, постоянно, вот, афроамериканцы, они постоянно, либо опаздывают, ну, в основном, очень сильно опаздывают, но тогда, там, кстати, вот не жарко было, хорошо время подобрали, а вот сам, сами невеста, она с Гаити, муж наполовину, 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 афроамериканец, наполовину русский, и вот так они вместе выглядят, такие классные, красивые, прям вообще, и вот что-то самое интересное, вот они всегда так, мальчик такой худенький-худенький, и они просто обожают такую вот девчонку с формами такую, вообще любят очень сильно, ну, в общем, и красивое такое платьишко, все так очень подобрано было, соорганизовано, прикольно, мне понравилось, а вот они вместе поменяли уже свою одежку, она в красном, он в другом уже тоже, и мы продолжаем праздновать, красиво, она была, во-первых, а, еще, я заметила, вот здесь вот, в Америке, то есть, несколько платьев для невесты, обычно предназначается, и несколько костюмов, или одежды для жениха, то есть, например, мы приехали, и у нас была вот эта главная церемония, где вот так стульчики, да, там по рядам, и потом вот алтарь с этим священником, то есть, мы туда прошли, прошла невеста, прошел жених, ну, все тут зашли, вот эти сказали, эти, как они, ваус, как это называется, ну, клятву и верности, там, ля-ля-ля, обменялись кольцами, в одном платье, потом она быстренько переоделась, у нее, это что такое? Она одела платье, у нее белое платье, вот это на церемонию было, потом она переоделась в абсолютно, такое красное, красное, классное, красивое платье, она переоделась, и это, и дальше наслала, но она намного меньше, она намного удобнее, ну, что, ну, как бы, да, но, ну, С логической точки зрения Понятно Но я не видела ни разу Чтобы у нас в России Сколько было на свадьбу Чтобы переодевались Тоже вот интересно Кстати, я еще знаю еще У меня несколько подружек Правда не попала на свадьбу, не было времени Но у них там и по три И по четыре этих нарядов бывает Ну короче, все как это Все с ума сходят по-своему В общем, вот так вот было Потом Перед свадьбой я пошла в салон Думаю Ну это веселилась, веселилась По пляжам ходила И думаю, что это себе ломать голову Что-то вычесывать, что-то накручивать Думаю, дай в салон схожу Кстати, живу уже В Америке Ну где-то 10,5 лет Я 8 лет 8 Через 8 лет Нашла Русскую Женщину Которая делает мне эти ногти Я обожаю длинные ногти Обожаю длинные ногти И я их уже не снимаю лет 15 Вот у меня ни разу не было маленьких ногтей Вообще ни разу Я их обожаю Но при этом я очень люблю качество Вот мне не важно Ну как бы Чтобы вот просто было мне Мне важно качество И сколько оно стоит Тоже не важно Если на себя любимую тратить То как бы пожалуйста Но вот мне Я 8 лет Искала Искала Кого-нибудь Чтобы мне сделали эти ногти Но это капец просто было Я обходила все салоны Все Все салоны в этом В Бостоне Поначалу думаю Да я посмотрю Вот они буквально Они во-первых Ломаются очень сильно Во-вторых Ну как бы вот Вот здесь вот они Отлипают быстро И через полторы недели Вообще не говорят Нужно ходить в салон Типа каждые 2 недели Каждые 2 недели В России Я хожу И вот сейчас Девочки хожу Это Русскую Каждые 5 недель Понимаете Каждые 5 недель Конечно Как бы здесь Она очень долго Ну как бы С ними возится И выпиливает Все Вот прям вот Тюдюлика в тулю Я очень долго сижу Ну как бы Ну и я и в России Долго сижу Например Делать эти акриловые Ну не акриловые Вот как гелевые ногти Да Я сижу и делаю Ну где-то часа 3-4 В зависимости там От дизайна От длины От формы И так далее И так далее Ну и так же Вот в России До этого Ну постоянно Когда езжу Когда хожу на коррекцию И так далее Наращивание ногтей Постоянно Ну столько же и сижу Да Здесь Неважно Какие у тебя ногти Они у тебя могут быть Вот такие Понимаете Вот такие Они их сделают Ну не знаю Ну максимум За час За полтора Максимум Они просто Они Вот здесь Очень много азиатов Очень много азиатов И они как будто Захватили Вот этот вот Рынок ногтей Рынок вот этой красоты Какой-то Да Потому что у них Очень дешево Но сердито Типа как Они работают В основном на количество Не на качество То есть Постоянно приходишь Они такие быстренько Что-то там потерли Ля-ля-ля-ля-ля-ля Сделали вид Что-то сделали Типа иди-иди У нас следующие клиенты Я постоянно Я даже Дай-ля-ля Я говорю Я прошла Все салоны Все салоны В Бостоне От каких-то там Вообще Таких-то Ну каких-то Вообще Там вонючих Каких-то Захуталых Каких-то Вот Какие-то В жопе Мира До Самых дорогих Салонов Я постоянно Захожу Говорю Дайте мне Самого лучшего Мастера Я заплачу Вдвое Втрое Больше Но сделайте Мне так Как надо Не важно Какой салон Не важно Что я говорю Через две недели Они все ломаются Все отходят Ну короче Капец Ужас И вот не важно Ну вот им Ну как-то вот так Вот они не приспособлены И было бы классно Мне кажется Было бы классно Вот я Хотя с другой стороны Вот я сейчас думаю Да Вот я девочке хожу Которая вот русская Да Она делает Дома Она с дома Ну как бы У нее С дома Себе делая Делать ногти Ну и поэтому Она Она на самом деле Берет меньше Чем китайцы Я думаю Блин А если вот Открыли русский салон Да Но При этом Вот я например Народу говорю Да То я Что я там Сижу По три По три с половиной По четыре часа Делаю свои ногти Они в ужасе Они просто в ужасе И это только На маникюр То есть мне как бы Педикюр Я постоянно тоже делаю То есть все Все делаю Они просто в ужасе Они говорят Мари как ты вообще Это целый день Ты целый день Просидела Ну для меня Это нормально Потому что Это качество Соответствует Да Они Они просто в ужас Входят Ну и как бы И С непривычки Ну Я не знаю Ну вот хотя Хотя вот сейчас Вот я Здесь В Лос-Анджелесе Открыла салон Очень известная Как она называется Она по-моему Салбании Девушка И она вот По европейским По европейским Стандартам Начала делать ногти Я не знаю Сколько Ну сколько Они делают По времени Сколько это длится И так далее И так далее Но вот у них Ну как бы фотографирует В инстаграм Ставит Там Очень красиво Получается Но я не вижу В основном Ну как бы Длинные ногти Да Вот я обожаю Обожаю Длинные ногти И я вот Ну как бы Не знаю Я просто думаю Одно из идей Для бизнеса Да Если тут открыть Ну я просто думаю Кто блин Будет сидеть Три Три с половиной часа Как бы это все делать Да То есть мы-то Да на качество А тут вот Даже вот ресницы Ресницы Я наконец-то Нашла девочку Которая делает Эти Ресницы Русская тоже Девочка Вот Лучше чем Русские Вот честно Волосы Ногти Косметолог Господи Про косметолога Это вообще Другая история По косметологу Я пошла Это пошла Один раз Я один раз Сходила к косметологу Здесь У меня после этого Столько прыщей У меня по всему лицу Начались прыщи И я Я в очень хороший салон Зашла То есть как бы Дорогой Классный Все такое Все там показано Все стерильно После этого У меня такие прыщи пошли Я думаю Господи Ну что за Вообще ужас Ну короче Вот у них какая-то Индустрия красоты Вообще не развитая Вот по поводу ногтей По поводу этих ресниц Вот здесь например У нас сейчас Пошла мода На наращивание ресниц Вот буквально Ну где-то Началась она год назад Вот началась Вот это До этого у них Постоянно Они наклеивали ресницы Все любят Такой открытый Классный взгляд То есть оно красиво Ля-ля-ля Но вот именно Наращивание ресниц У них вошло где-то Ну год назад Вот они стали Наращивать все ресницы И я вот ходила До этого До того Как я нашла русскую Я ходила Какой-то к азиаточке Но она Это капец Она во-первых Вот так вот Всех склеивала Потом их вот так Вот как-то Везде Короче Это такой ужас Ужас был Я потом Я просто осталась лысая Просто У меня У меня просто Вырвались Все ресницы Все они Выпали Все выпало Я потом пришла Какая-то к русской девочке Она говорит Марина А на что тут клеить Ты мне на что клеить Короче Я нашла Я это Взяла масло Давай это все Мазать ночью Чтобы они начали расти Ну короче Это просто ужас Это просто ужас Но Тут например Вот с другой стороны Да Вот я сейчас Вот например К девочке хожу Да К своей Вот у меня Очень тоненькие ресницы Очень тоненькие Ломкие ресницы Я пытаюсь Витамины пить Ну как бы Я их столько ношу Да Ну вот эти ресницы Что они как бы Уже даже витамины Почти не помогают Ну как бы Мы вроде пытаемся Да То есть 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 толщина реснички Есть длина реснички Которая влияет На ломкость Твоих ресниц И так далее То есть Если у тебя Классные густые ресницы То это просто Офигенно Да Если у тебя тоненькие Там нужно Ну какие-то Ну другие Эти ресницы Подбирать Да Чтобы они Подошли К тебе А здесь же нет Здесь Если приходят То они вот Они именно просят Чтоб они были Вот досюда Эти ресницы Им не важно Качество Им не важно Как они наклеивают их Им главное Чтобы было дешево И чтобы Вот досюда были Да И если они досюда То это классно Если нет И если это очень дорого То они не ходят Вот я например За свои Да Плачу Ну где-то От 100 До 150 долларов Я их делаю Ну я их делаю Где-то Раз В месяц Но Вот эта вот Длина Одна из Самая Вот Сейчас Опущу глаза Получше видно Она Ну как бы Вот это вот Самая такая Оптимальная Сейчас для меня Потому что Я их сейчас Восстанавливаю Плюю всякие Витамины Там Мажу Всякими Мазями Ну короче Восстанавливаю Ресницы Ну нет Ну например Я вот Общаюсь здесь С американками Да у меня друзья Всякие Есть Они Она Они на меня Смотрят И говорят А я хочу Намного Больше И это И потом Спрашивают А сколько Это стоит Они говорят Нифига Дорого Они вот Лучше Правда Сходят Здесь Китайцу Заплатят 20 баксов Которые Наклеят Вот досюда Ресницы Потом твои Нахер Все отпадут Но Вот Зато Это Зато На один день Зато Вот Вышло Ну короче Вот мне А И по поводу Волос Ну короче Вот в этом Майами Пошла Думаю Да Я в салон схожу Я охеренный салон нашла Ну как По эти Господи Прочитала отзывы Прочитала все Кстати Подписывайтесь На мой канал Не забывайте Потому что У меня сейчас Наход Идет розыгрыш Да 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 Идет сейчас розыгрыш Если Мы когда Доберемся До 500 Подписчиков Я Я буду выбирать Победителя И я Выдам 100 долларов И не важно Где ты Ты можешь быть Жить в попе мира Я тебя достану И дам эти деньги Поэтому подписывайтесь И это Участвуйте Ну так Что я хотела сказать Пошла я в этот салон В Америке Да Зашла в этот салон И Салон охеренный Просто Я почитала отзывы Почитала все 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 Посмотрела фотографии Думала О классно Прихожу к ним Я говорю Я хочу Огромный Вот как у Аллы Пугачевой Хочу огромную Шевелюру И вот такую Ногу накрученную Я иду на свадьбу Хочу чтобы Ну вот это вот Все такое Ну я не знаю Почему Мне так нравилось Это захотелось Думаю Да Это все сделаю Я им прихожу Они говорят 85 долларов То есть За то чтобы Тебе помыли голову Выслушали Ну как бы И что-то с ней Ну что-то Что-нибудь придумали Это изначально Цена была Я говорю Хорошо Без проблем Но я хочу Такую огромную Шевелюру С такими Они говорят Немножко подороже Будет Я говорю Вообще Без проблем Ну то есть Опять же Дело не в цене Дело в качестве Мне нужно Короче Я сидела Сидела В кресле Два часа Ну да У меня длинные волосы Они по попу Они очень длинные То есть как бы Их много Но они тоненькие И в Майами Воздух очень влажный То есть например Ну как бы Все падает Вот просто все падает Не все Но все Я просто к тому Что сидела я Два часа Она мне накрутила Она их вот так вот Там начесывала Потом она их вот так вот На это На плочку Накручивала Потом Она вылила на меня Целый флакон лака Она говорит Сейчас домой еще приедешь Еще Купи еще флакон И еще весь на него На себя вылить Чтобы оно все держалось Ну во-первых Как бы Я такой человек Я люблю в этом В волосах копаться Ну вот Я люблю поправлять Люблю с ними играть Ну как бы вот так вот Если выливаешь Два флакона лака Оно просто стоит Там просто вот так Снимай И ставь рядышком У меня такое не устраивает Я говорю Ну так смешно просто получилось Думаю Блин капец Ну это капец Она короче Вылила на меня Весь флакон И я покажу Сейчас вот что я хотела Вот что я хотела Сейчас покажу Что я получила Это просто капец И в результате Ну как бы Когда я это выходила Они мне говорят 300 баксов И опять же Дело не в цене Если они мне Ну как бы Во-первых Я здесь в Бостоне Хожу просто Я нашла мастера Она на эти На всякие соревнования Ездит В Европу По всему Это по всей Америке Ну то есть Она просто охеретительная Да Чтобы меня покрасить Уложить Помыть Высушить Под стрич Я плачу 250 долларов Ну как бы За все про все Плюс тип Плюс Плюс ну чаевые Я ну как бы Хорошо Хорошо плачу И При учете в том Что Когда я Когда я хожу Ну да К ней Она мне все делает Все-все-все-все И то есть Меня все идеально устраивает Мне просто все нравится И И салон находится Вот прям в центре Бостона То есть На одной самой там Дорогой как бы улице Ну я вот Ну как бы Да Я заморочилась И нашла просто Охеретительную бабу Которую вот Ну умеет Правда Это обращаться Она не русская Но Опять же Она не умеет Делать эти объемы То есть например Прически Они не умеют здесь делать Вот я не знаю Вот я не знаю Что такое Или Я не знаю Что такое Но вот они вот Объемы вот как у нас Да Они не умеют делать Я не знаю почему Что Не знаю Ничего Не знаю Почему Ну вот Ой Я пошла в этот салон Да И мне сказали 300 баксов 300 баксов Поэтому Вот вынь да положь То есть Ну как бы Я заплатила Заплатила без проблем Ну то есть Но Вот качество работы И результат Я думаю Блин Она мне еще Они мне еще На следующий день позвонили Они такие А вы нам отзыв оставите Ну как Ну как Я говорю Она ничего не продержалась Она такая Ой да Ну блин Ля-ля-ля Ну вы нам все равно Отзыв оставьте И там лайки Там везде Везде Ля-ля-ля Я такая Ага сейчас Ну короче Вот Вот Ну а так В основном Я обожаю Майами Езжу в Майами Постоянно Там очень жарко Я ну как бы На самом деле Не переношу жиру Так очень сильно Я поэтому Постоянно Например Приезжаю Да Иду на это На пляж Беру зонтик И как бы И там валяюсь Ну как бы Прячась валяюсь Там купаюсь Чтобы во-первых Не сгореть А во-вторых Ну провожу Вот это вот Просто нереальное солнце Да Ну по зонтикам Потом оно падает Потом я бегу В это в отель Переодеваюсь И потом уже Мы там гуляем Там хоть это Хоть до утра По всяким ресторанам Барам Клубам Вот все 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 Ну там вот Я не знаю Классно 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 И там энергия Такая офигенная Кстати я еду Опять завтра Я туда приехала Повстречала Я постоянно встречаю Там дофига народу И они таки Меня встретили Говорят Марина Ты такая классная Поехали опять с нами Даже вообще Ни о чем не переживай Там ничего нет Ни за чем не платим Мы тебя За самолет заплатим За отель заплатим Просто приезжай Я такая Да без проблем Короче сейчас опять полечу Буду это Буду купаться Загорать А вы завидуете Чуть-чуть В общем Вот Хотела сюда Это Забежать Быстренько К вам На огонек И рассказать вам Что к чему В общем Вот так вот Ну спасибо Что досмотрели Если до конца досмотрели Спасибо большое И до следующего Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok